Внимайте лапку. Это под кожу бедра. Внимайте лапку, держите ее, не бойтесь. Держите черепашку, я буду лапку держать. Значит, колоть нужно под кожу бедра. Вот коленочка, кожица вот. Я не сниму на всякий случай. Вот сюда колоть. Раз, провалились. И ввели все, что нужно. 2 мл. Это много, все войдет. Вынули, пальчиком зажали. Ясно? А вы сейчас уже ввели? Мы сейчас ввели другое немножко. Пульс 2. Кальция, боровлюканаль. То же самое. Колоть под кожу бедра через день. 0,15. У вас набрано на весь курс. Здесь 7 уколов. 0,15. Это от цифры до цифры. Это 0,1. Плюс еще 2,5 деленица маленькая. Это 0,15. Догадаться несложно. 10, 20, 15 посередине. Значит, то же самое. Берете лапки чередовать. Под кожу бедра. Сейчас покажу. А вы мне сейчас вводить будете? Да, сейчас я ввожу. Уколались. Школой к себе повернули. 0,15. Пальчиком зажали. Забери до конца. Уколы чередовать. Они через день колются. Получается, каждый день. Каждый день, но только препараты разные. Это пункт 1, пункт 2. Сейчас дадут. Третий пункт. Показал. Показал. Вот он, розовенький. Шприц тоже подписан. Колоть ягодицы по 0,0,8. 0,0,8. Это маленькие. Не отсюда до сюда, а 4 гренща. Здесь немножко запаса на всякий случай. Колоть ягодицу. Ягодицы у нас. Вот он. Ну, колли, да, видит. Такой прикольный круг. Вот-вот. Так вам нужно не в середину, потому что здесь косточка, а вот сюда, повыше, под панцирь. Да. Раз. Укололись. На всю длину не надо подкололиться. У меня он сегодня написал. На половиночку гол. Больше не войдет. Середина же он описывался желтым. И с тех пор стал. Оттуда можно из этой позиции попасть на чего-то будет. Если кто-либо засунуть его. Будет подкарабливать. Вот как здесь. Может подкарабливать. Туда засунуть салфетчик. И все. Дальше. Кальций Д3 не комет вам. Нужно будет его купить. Человеческий препарат. С лимонным вкусом. Давать с кормом или водой одной из десятых таблеток. А как ему дать с кормом или водой? Если он рот даже у нее не открывает. Это вы делаете очень просто. Берите его за голову. Берите и покупаете шприц тоже. Но уже не с спаянной иголкой. А без иголок. Одну десятую таблетку. То есть набрали водички. Чуть-чуть вот опустить. Нужно поршень. Туда таблетку засунуть. Другой десятую. Ну это буквально коробочка. Дальше. Нужна голова. Раз. Вытолкнули. Взяли. Просто за голову висеть? Он должен висеть обязательно. Открыть рот. Открыть рот можно. Пилочка для ногтей. Пальчик ставили. Пальчик поставили. Не бойся мы не будем. Ты показываешь как никомендовать? Да. Пшись с кормом. Причем все-таки меланат для... Такого шприца? Не, ну она влезет просто. Можно. Поставили над языком. Это прям в глотку ему туда, да? И вниз спокойно. Ее опускаете, опускаете, опускаете. До 50 опустили практически. Пол шприца. Вели. Симметр два в глотке. Закрынула. Поршина. Да, неважно. Просто нахуй шприца. Закрыли и пальчиком помахировали. Вот так вот поддержать еще немножечко. Вот этих процедур не умрет, не умрет. Но если будете аккуратно делать, все правильно, не умрет. Черт. Ой, шприца очень дурацкий. Все. И до уколов делать ванну. Он начнет у нас. Будете давать ему не комет без этих садистических манипуляций, а просто с кормом. Там надо одну десятую таблетки. Это не очень много. Чтобы он съел за неделю. Ну хотя бы раза за два. Это можно его обмануть. Да, одну десятую в неделю. Не каждый день, а неделю в одну десять. Сколоть его кальцием проще, но более жестоко. Потому что это очень болезненный укол. У нас мягкий, он нужен кальций. А как только мы его отменим уколы, потому что их нельзя бесконечно делать, у нас некроза начнется просто. То он уже должен есть не кометы. Вы должны уметь это делать. А вот глотку... Иначе все тут же назад начнет развиваться. Глотка разовела. Это что он такая была? Да, розовенькая? Он ее просто не вынимал так никогда. Попробуйте вы. Может, вы это сами сделаете? Все. Вот. В общем, это незапредельно. У меня подслеповатый старый человек все выполняет. Даже у меня нет, когда это необходимо. Необходимо. В чем нам нужно? Заручиться делать? Вот. Значит, у нас все хорошо, если он у Вани начнет писать регулярно с белым осадком. То есть там даже вот не такой грубый осадок, как я узнал сегодня из него. А такие, как слизь, пленочки. Как у нас большие телепатки. Плохо у нас все будет, если у него появятся красные пятнышки. По центральному шоу, по бокам появятся синячки такие. Краснички. Это плохо. Тогда нам надо звонить и подсоединять какие-то еще препараты. Но вообще, судя по тому, что мы из него слили из мочевого пузыря, там пока почки сохранны. То есть его отравил, собственно, мочевой пузырь. А это из-за чего произошло? Из-за неправильного ухода? Ну, застой. Он пересох просто за зиму. Соответственно, в пузыре остались все вот эти вот мочевые продукты. Они всасываются через систему обратно, вызывая ремину. То есть повышение уровня мочевых продуктов в крови. Человек в этом состоянии ложится в больницу на гемодиализ. На искусственную почку. Здесь мы такого сделать не можем. Иначе будем просто накачивать его водой. С тем, чтобы как бы промыть кровь снизу. Господь, всякую дремню. Вот. Не бойтесь ему сделать пузырь. Потому что это сама по себе ситуация не очень хорошая. Вероятность, что все будет хорошо. Да, вероятность в этой ситуации есть, что будет все хорошо. Когда почки не работают, не фильтруют. То есть я вам какие-то прогнозы смогу дать. Либо, если бы мы взяли у него кровь, биохимия, он слишком маленький для этого. Кроме того, мы уже накололи у него препараты, и кровь уже будет иметь иной состав. Либо я должен его увидеть второй раз. Посмотреть динамик, какая отрицательная, или положить. Так вам будет приезжать, сколько скажете. Нам надо, там написано, через две недели, через 12-14 дней повторить эляюю. В списке, если вы посмотрите, внимательно. Значит, через 12-14 дней нам надо будет встретиться еще раз. Слить с него опять мочу катетера. И дальше уже, так сказать, в следующий раз я вам скажу определенно. Есть у него шанс. Скорее всего, все будет нормально. И дальше там надо будет все-таки вам что-то про его содержание немножко рассказать. Пока я вас не буду делать, пока мы говорим. Насчет подкормок, ламп, там, как его правильно... Его сейчас в этом состоянии можно держать? Отдельно или с большими можно держать? С большими вообще. Нельзя? Он не заразный. Не заразный? Не заразный. Но большие его просто будут уходить куда-то в углы. А он наоборот к ним подползает? К ним, а они его всячески только... Иногда, когда черепаха, которая плохо ест, видит, как едят другие, это ее привлекает корму. С этой целью мы ее подсаживали. Да, лучше их вместе не держать. Потому что если там у вас самцы, сейчас весна, они его просто кусают. И у самец затритируют. В данном случае тритируют девочкой, по-моему. Там надо с полом разорваться. Кусаются в основном самцы. Это половое поведение. Они друг друга пытаются перевернуть. Они кусают за шею, за лапки, за заднюю. Вот. Поэтому... Может там все наоборот. Ваш мальчик, девочка. В любом случае, если в группе живет взрослый самец, он всех остальных там ведет. Мне он хвост отпустил иначе любил. Чего себе. Скажите, пожалуйста, вопрос. Сколько по деньгам? У нас 500 рублей стоит прием. 100 лаваш мучевого пузыря. Могли стоит все лекарства. У нас 700, 500, по-моему. Продолжение следует...